В каком формате пройдет совещание, никто не знал даже перед его самым началом. Подобных встреч еще никогда не было. В зале собрались вице-губернаторы, краевые министры, начальники управлений, на видеосвязи главы районов и городов. То есть все те, кто отвечает за поручения главы Кубани. А их, к слову, за эти три месяца накопилось уже почти четыре сотни. Впрочем, разговор будет вовсе не об их количестве и статистике в цифрах. Открывая совещание, сразу же заявляет Вениамин Кондратьев. Это не мои поручения. Это просьбы людей. Это поручения людей, поручения населения, для которого мы с вами должны работать. И по районам вы вместе со мной ездите и видите. И в те места, куда мы заезжаем, порой, в трещобные. Не можем поверить, что это Краснодарский край. И не можем поверить, что там люди живут. Я никогда не думал, что в 30 километрах от Краснодара я найду дом с земляным полом. Никогда не мог подумать, в котором живут шестеро детей. И власть хоть бы хны. Никогда не думал, что в Сочи я найду улицу вместе с мэром, где мэр удивлялся. Где тоже земляные полы. И я думал, там от комаров такой прибор стоит, кажется, крыс отгоняет. И о чем мы с вами говорим? Какие достижения мы можем сказать? Ради кого? Ради космоса, что ли? Да не нужен космос нашим людям. Не нужен космос населению края, потому что они простейшего просят. Просто простейшего. Они просят жить в нормальных человеческих условиях. Большинство поручений были даны во время объездов и встреч с кубанцами. В основном это проблемы в ЖКХ и соцсфере. За их исполнением следит управление контроля. Его Кондратьев создал два месяца назад. Сегодня начальник ведомства Максим Туровец рапортует главе региона о первых результатах. Но больше руководителя края интересуют невыполненные задачи. Здесь чуть ли не в лидеры выходит Крымский район. Не полностью сделали грейдировку набережной станицы Нижнебаканской. В Новоукраинском вопросы вызывают ремонт дороги. А на улице Советской в Троицкой новый асфальт. Только на одном километре тротуара, когда реконструкции требуют все четыре. На улице Советской в станице Троицкой действительно протяженность всего тротуара составляет 4 километра. По состоянию на 1 июля эти работы на протяжении 1 километр были полностью выполнены в полном объеме. И комиссия принята качество удовлетворительно. Это соответствует действительности. Но и соответствует действительности то, что оставшийся тротуар, который проходит на этой улице Советской, он в неудовлетворительном состоянии действительно требует ремонта. Но вы мне четко заверяли, что все будет сделано в срок, все будет нормально. Вы возьмите асфальт своей улицы и отдайте той улице, где если уж пообещали, ну не делайте. Это принципиальное решение. Это видно будет, что человек старался. Максимально выложится о том, чтобы сделать то, что он пообещал. Не мне, собственному населению. В список отличившихся попал и Белореченский район. Кондратьеву жители не раз жаловались на состояние городского парка. На совещании контрольное управление демонстрируют фотографии, которые сделали накануне. В ходе проверочного выезда к работникам управления контроля обратились жители города Белореченска с жалобой на неудовлетворительное состояние парка, в котором во многих местах отсутствуют зеленые насаждения, не убирается мусор, кругом опавшие листва. Спортивная площадка и место для игр детей младшего возраста. Имеют травмоопасные покрытия. Фонтан не чищен. В то же время на территории парка работают три кафе. Почему на самом деле три кафе и ни одного места, где бы детишки или дети подросткового возраста могли заниматься спортом? У нас созданы все условия для всех категорий, от взрослых до младших. Единственное, что спортивную площадку мы будем реконструировать под площадку по ГТО. Иван Иванович, сделайте площадку для ГТО, никто не против. Но сделайте вы и скейт-площадку, сделайте и воркаут-площадку. Сегодня воркаут-площадка и скейт-площадка, они востребованы. ГТО хорошо, но ГТО нужно еще приучить сегодняшнюю молодежь. А на скейт они уже сегодня идут без нас. Я не против воркаут-площадки, они в турниках крутятся. То есть у нас турники были в рамках ГТО, а у них турники. Сами по себе как физическая культура. Так давайте это приветствовать. Управление контроля проверяет каждое поручение, которое дал руководитель региона. При этом за основу берут не только доклады, специалисты выезжают на место. Подводя итог совещания, у Кондратьев напоминает, важно не просто выполнить все в срок, но и сделать работу качественно. Это первое совещание, я хочу, чтобы коллеги ощутили, что формат совещания будет именно такой. И я вас прошу максимально здесь активизироваться и последние четверг каждого месяца будем проводить час контроля. И мне не важно, кто не выполняет или не исполняет мое поручение, основанное на просьбе людей. Начиная от главы муниципального образования, заканчивая краевым министром или вице-губернатором. Для всех сроки и поручения одинаковы к исполнению. К новому часу контроля ведомству предстоит проделать немало работы. И в ней, считает Кондратьев, не может быть друзей. Все оценки специалистов должны быть объективны, не зависеть от личных отношений и статуса ответственного запоручения. 24, Краснодар.